Сейчас мы с вами находимся в универсальном зале, где будут у нас проходить игры в волейбол сидя. Это специально для, скажем, участников СФО. Это очень особенные соревнования и для особенных людей. Это у нас ветераны боевых действий с полученными ранениями. Стойки у нас отличаются. Если стойка в классическом волейболе, у нас ее высота 2,55. И высота сетки, соответственно, у нас для мужчин 2,43, для женщин 2,24, то здесь высота единая – 115 сантиметров. Это уникальное оборудование, которое специально было приобретено именно для этих соревнований. Я так понимаю, нигде в Хабаровске и в крае, получается, не было подобных стоек? Конечно, потому что у нас общее с классическим волейболом и с волейболом сидя. Этими мячами «Валар 100» играют в чемпионате России. И любезно предоставили для наших соревнований эти мячи волейбольный клуб «Амурские тигрицы». У нас еще 5 зон. Это стрельба из пневматического оружия, это стрельба из лука, пауэрлифтинг, армрестлинг и, конечно же, настольный теннис. Что это за нити? Они для чего? Это направляющие для каретки, которая будет возить мишени. Нажимаем на кнопочку, мишень едет туда, там моторчик. Сейчас направляющие смонтируем. Сама мишень вот там, пылеулавливатель стоит. Вот она туда приезжает, туда можно стрелять. А какое расстояние? 10 метров. Это расстояние для стрельбы из пневматического оружия, стандартное. Соревнования будут, упражнения будут выполняться сидя. На огневом рубеже спортсмены сидят. У тех, у которых нет руки, им будет подставка еще. Специальное под оружие, потому что держать нужно упор о стол будет. Кубок – это то, чем награждают победители. Но самое главное – это все-таки, наверное, общение и показать то, что наши ребята не оторваны от общества, что они социализированы и что очень прекрасно могут находить себе место в современной жизни. У меня ранение тяжелое. Минозрывной лепесток наступил на него в лесу, не заметил. Сейчас хожу, неполноценно хромая, но все же моя нога, мне это радует. Сейчас бегать, прыгать не могу, но хоть на таких дисциплинах тоже надо двигаться, развиваться. Движение – это жизнь. Перестал двигаться, чувствуешь совсем не так себя. А когда двигаешься, чувствуешь себя, как жизнь продолжается. Надо идти вперед. Конечно, победим только мы, мы только пойдем вперед, и все, победа будет за нами. Александра Пескун, Ольга Власова, Смотри, Хабаровск.